День добрый, друзья! С вами Дмитрий Афанасьев и в этом видео мы рассмотрим тег img, работа с картинками в html. Каким образом на страничку добавлять картинки? Итак, открываем папку с нашим проектом, переходим в директорию files и создаем пустой html файл img.html. Далее открываем индекс html и создаем на данный файл ссылочку. Работать мы будем сегодня именно с этим файлом. Также откроем style.css, он нам сегодня пригодится. И открываем для редактирования файл img.html, записывая сюда следующий код. В тегах h1, как обычно, мы берем название нашего сегодняшнего урока. Это изображение, тег img. Далее рисуем линию. Идем ниже, записываем следующий код. Собственно, сам тег img. Далее первый его параметр, атрибут, это srcsource. Данным атрибутом мы помещаем путь к файлу картинки, которую мы хотим показать на экране. В папке с нашим проектом нам требуется создать директорию images в корне. Вот наш корень, создаем директорию images и помещаем в данную папку какую-либо картинку. Возвращаемся в notepad. И что мы здесь имеем? Так как мы работаем без веб-сервера, то путь к картинке нам следует задавать следующим образом. Файл двоеточие, два обратных слэша, localhost, обратный слэш. И далее путь к той папке, в которой у вас находится картинка. В данном случае у меня это диск c, папка myprojects, папка html.css и папка images. И, соответственно, название данного файла. BigTooks.png. Следующий атрибут тега image это атрибут alt. В данном атрибуте мы задаем тот текст, который увидит пользователь в случае, если данной картинки почему-то уже у вас на сервере нет. Либо пользователь отключил показ картинок в своем браузере. Далее идет заголовок title. Мы это уже проходили. И заголовок нужен для того, чтобы при наведении на мышке появилась всплывающая подсказка о том, что это вообще такое. Далее задаем ширину и высоту изображения. Тег image не требует закрывающегося тега. Естественно, можно оставить его так, либо в конце записать вот таким вот образом. Далее здесь я написал комментарии. Мы это уже встречали в нашем проекте, но я об этом не рассказывал. В таких тегах пишутся комментарии в HTML страничке. Визуально они отображаться не будут, но в коде они будут видны. Итак, сохраняемся. Переходим в браузер. Кликаем по нашей ссылочке изображения. И вот у нас подгрузился замечательный пингвиненок Tux. Давайте проинспектируем данного товарища. Firebuggy. Вот наш тег image. И, соответственно, здесь мы, прямо в Firebuggy, можем менять параметры. Предположим, ширину картинки. Если, предположим, вы размеры картинок не знаете, просто вставили его, хотите подобрать правильные, нужные размеры, то можно наугад поставить white height и, соответственно, здесь уже подобрать тот размер, который вам нужно. Делать пингвинчика пожирнее, либо потоньше, повыше, либо пониже. А потом эти данные уже занести в HTML-код. Наводим на него. Появился вот наш title, заголовок penguin.tux. И давайте попробуем прямо здесь изменить путь к файлу, который у нас как бы не существует. Здесь нижнее подчеркивание ставим. Такой картинки у нас нет. И Firebuggy это почему-то не подхватил. Хорошо, переходим сюда. Здесь тоже это поставим. Сохранимся. Перейдем в браузер и обновим страницу. Вот, пингвин исчез, так как поменялся его путь. И, соответственно, здесь у нас появился его атрибут alt. Alt желательно задавать всегда для каждой картинки. Для чего это нужно? В первую очередь это нужно для SEO-оптимизации сайта. Если, предположим, вы зайдете в Google и забьете какую-то поисковую фразу, там будет ссылочка показать картинки по этой фразе. И, соответственно, поисковая система, они вот таким вот образом находят данные картинки, индексируя вот эти вот альты, тайтлы и так далее. Возвращаемся в блокнот. Возвращаем нашу нормальную картинку и идем далее. Записываем следующий тег имиджа. По сути, он у нас точно такой же. И здесь мы уже задаем такой путь к файлу, какой у нас был бы, если бы мы применяли веб-сервер. То есть, относительный путь из текущей папки в папке files, папке images, мы берем картинку TOOX. Ну, файлов у нас, по-моему, нет. Сразу images идет. Да, images, bigtooks, png. Alt, title и ширина высота мы оставляем то же самое. Сейчас у нас эта картинка не загрузится, потому что не может она так подцепляться. К сожалению, для этого нужен ей веб-сервер, чтобы из корня веб-сервера, так сказать, попадать сюда. Итак, идем далее. Следующая запись тега image, тоже для веб-сервера. Предположим, нужно нам позаимствовать картинку сайта Simple Training. Давайте откроем данный сайт. Simple Training. Переходим в HTML и CSS вкладочку. Вот у нас первый урок. И давайте вот эту вот картиночку мы позаимствуем. Что для этого нам нужно? Для этого нам нужна сама эта картинка. Делаем ее inspect элемент, смотрим код ее. Вот ее путь. Соответственно, данный путь можно скопировать и вставить сюда, что я уже, собственно, и сделал. Но это у нас загошенная картинка. Это настоящий, реальный ее размер 800 на 600. Но чтобы туда-сюда такие большие объемы данных не таскать, так как у нас здесь не 800, а что поменьше, соответственно, я использую кеширование данных картинок. И они преобразуются вот такие вот маленькие. 250 на 140. Так, где-то здесь у нас можно было увидеть картинку. Да, вот, например, вот картинка, да? Кликаем по ней, появляется и загружается нормальное ее отображение, где уже она 800 на 600. Вот. Итак, получили мы путь к данной картинке, вставили ее с полным названием сайта. Соответственно, со своим сайтом вы тоже можете ставить либо полное название своего сайта, HTML, название сайта и путь картинки, либо делать такую вот относительную ссылку от корня сайта. Также задаем ширину и высоту. Сохраняемся, переходим в браузер, открываем нашу страничку, обнуляемся. И вот загрузилась данная ссылочка. Идем далее. И следующая подсемка у нас будет обтекание текста, обтекание картинки текстом. Давайте сделаем небольшой отступ в виде вот такого вот блока, StandDiv с классом блок 25. Это будет у нас 25 пикселей в высоту и по ширине на 100%. Данного стиля у нас нет. Сейчас мы перейдем в Style.css, в самый конец, встадим данный стиль. Точно так же по аналогии с предыдущим стилем, блок 500 у нас будет блок 25, где высота 25 пикселей и ширина 100%. Сохраняемся. Переходим в файл image.html. Идем ниже данного блока и вставляем следующий блок кода. Открываем тег параграфа P. Присваиваем ему класс article.blog. Блок статьи. Далее ставим картинку, которая у нас есть выше, но присваиваем ей класс, который называется image.html. Изображение с текстом справа. В source указываем путь к файлу. Указываем alt, указываем title, ширина и высота. Далее создаем span, класс article.title и название нашей статьи penguin.tux. Span закрываем и делаем перенос строки тегом br. Далее идет у нас какой-то текст по этой статье. И в конце данного текста мы закрываем наш параграф, тег параграфа. Итак, что мы здесь имеем? Мы создали блок, используя тег pf. В принципе можно было использовать тег div, неважно здесь. Далее в данный блок мы помещаем картиночку. Справа от картиночки у нас будет заголовок и сама статья. Давайте сохранимся и посмотрим, что у нас произойдет, если мы не опишем вот эти вот стили для данных объектов. Как по умолчанию у нас это все отобразится. Обновляем страничку, вот у нас появился отступ, блок 25, да? Вот появился penguin.tux и под ним пошел вот этот вот текст. Заголовок в виде спана и далее пошел текст. Что нам требуется сделать? Нам требуется сделать, чтобы penguin.tux был у нас вот здесь вот справа и соответственно данный весь текст тоже под ним. Итак, давайте описывать стили. Возвращаемся в блокнот. Первым у нас будет стиль article.blog. Переходим в style.css и идем в самый низ. Записываем стиль для класса article.blog. Как вы помните, классы у нас начинаются с точки. Далее идет название класса article.blog. И в фигурных скобочках записываем его стиль. Border, рамочка у нас равна 1 пиксельная и будет состоять из точек. И данный блок мы расположим слева, чтобы он к левой стороне у нас примыкал. Давайте сохранимся, обновим страницу, посмотрим, что у нас произойдет. Обновляем страничку. Вот у нас появился данный border и более ничего не изменилось. Возвращаемся в style.css и идем далее. Что у нас далее? Далее у нас класс для картинки. ImageWithRightText. Собственно, давайте сделаем этот класс. Пишем следующий код. Класс ImageWithRightText. Float сделаем left, чтобы он по левой части обтекал. И margin 10 пикселей. Сохранимся. Переходим вот сюда. Обновляем страничку. Итак, вот у нас пошло обтекание по левой стороне. Данная картинка у нас. Float left. И, соответственно, данный текст у нас начинает обтекать ее справа. Давайте посмотрим, как это выглядит в InspectElement. Вот наш класс P. Вот мы видим, что на него действует стиль ArticleBlock, который мы записали. И у нас следуют некоторые стили из тега Body. Далее кликаем по имидже. Вот наша картиночка. Вот ее стиль float left. Можем отключать и смотреть, что происходит. И margin 10 пикселей. Margin это отступ от каждого края элемента. Элемент у нас картинка. И, соответственно, так как мы задали общий margin, просто margin 10 пикселей, то с каждой стороны, вот видите, желтая каемочка по 10 пикселей у нас есть. Margin можно задавать разными способами. Либо так, то тогда на каждый край по 10 пикселей. Либо для каждого края задаем. Первое значение у нас будет вверх. Далее справа мы ставим 20 пикселей. Снизу мы ставим 40 пикселей. И слева отступ у нас будет 50 пикселей. Вот, пожалуйста. Таким вот образом можно для каждого края задать. Либо можно задать иначе. Например, margin-top. Отступ для верха 100 пикселей. Так как у нас данное правило идет после верхнего правила, то, соответственно, оно перекрывает наше вот это вот 10 пикселей. И margin-top у нас становится 100 пикселей. Здесь у нас 100 пикселей. И так далее. Margin-right, margin-bottom и margin-left у нас есть. И так, идем далее. Возвращаемся в наш блокнотик. Открываем image.html. Смотрим, что у нас дальше. Какой стиль. Стиль у нас идет для спана. Article Title. Пишем стиль для Article Title. Возвращаемся в Style.css. Идем в самый низ. И записываем стиль. Article Title. Font Size. Размер шрифта у нас будет 20 пикселей. И font weight, ширина его bold, то есть толстый, жирненький будет у нас шрифт. Сохраняемся и смотрим, что у нас получается в браузере. И так, вот у нас стиль применился. Давайте посмотрим на него, полюбуемся. Вот он спан и вот наши стили, которые на него действуют. Собственно, вот таким вот способом мы добились обтекания текста справа от картинки. Далее, следующим шагом давайте создадим еще один такой же блок, но сделаем обтекание, картинку поместим справа и сделаем обтекание текста картинки слева. Поставьте на паузу, попробуйте сделать данный блок самостоятельно. Если не получится, ну или получится, далее посмотрите видео, посмотрите, как сделал это я. Итак, в файл image.html идем ниже и дублируем практически данный блок. Также у нас tagp классом article.blog tag image. Но на этот раз класс у нас будет image with left text. Здесь был right text, здесь у нас left text. А в остальном все то же самое. Данного стиля у нас еще нет, давайте его опишем. Идем в style.css, опускаемся чуть ниже и создаем стиль image with left text. Float у нас будет right, по правой стороне мы будем все оформлять. Margin также 10 пикселей. Сохраняемся, переходим в браузер, обновляем страницу. Вот у нас появился блок, название статьи PenguinTox, часть 2. Соответственно, картиночка у нас справа и весь текст обтекает эту картинку слева. На этом урок закончен. С вами был Дмитрий Афанасьев. Всем спасибо за просмотр и до встречи в следующем уроке. Пока.